Ну, я буду говорить об одном из самых трудных прошений молитвы Господней. Вот, хлеб, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должником нашим. Вот я обратила внимание, что апостолу Луке, где это прошение звучит несколько по-другому, прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. Я обратила внимание на эти слова «всякому должнику нашему». То есть, если мы прощаем, да еще всякому должнику, независимо от тяжести нанесенной обиды, то мы тем самым как бы приближаемся к Господу, который прощает всякому человеку. И, как сказано, Господь говорит, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми. Ну, и так далее. И еще, если я могу простить, если у меня это получается, и если я знаю, что такое милость, то я смогу принять прощение от Господа, и, значит, смогу войти в Его Царство. И меня все время волновал этот вопрос. Почему же Иисус так настойчиво вот говорит об этом, связывает прощение нами, человека, причинившего нам зло, и прощение Богом наших грехов? Почему для Него это так важно, чтобы мы прощали? И я подумала, что это, наверное, потому, что, прощая обиды, мы как бы говорим Богу «да». Если мы прощаем, то сокрушается стена между нами и обидчиком, и мы можем соединиться с Ним в любви. А это угодно Богу. Ведь Бог Троица сотворил человеку по образу своему, как единство во множестве созидаемой любовью. Вот как мы видели на иконе Троица, да? Но когда человек ответил «да» на искушение сатаны, то человечество разделилось на несвязанное друг с другом и даже порой враждебное существо. Огромное «я» стало Богом, центром жизни человека, потеснив в его сердце Бога истинного. С тех пор человечество живет в состоянии взаимного непонимания, неприятия, непрощения, в состоянии непрекращающейся войны. Войны между мужем и женой, между родителями и детьми, между народами, даже между христианами. И все это потому, что мое «я» всегда право, потому что я всех сравниваю с собой и между мной и другим, непохожим на меня, несогласным со мной человеком, возникает неприятие. Если я не успею остановить себя на этом пагубном пути, то другой может в моем восприятии стать чужим, опасным для меня. И тогда появляется страшный ярлык «враг». И вот война. Но самосил Божий о человеке не изменен. Он любит своих блудных детей и хочет собрать нас в своем царстве. в царстве любви. Он сам выходит нам навстречу, воплощается, чтобы явить нам Бога как любящего и прощающего Отца, чтобы в самом себе воссоединить разделенное грехом человечества. Он учит нас прощать и любить. Кому мало прощается, тот мало любит, говорит он. Он показывает нам, что прощение – это школа любви. «Господь призывает меня вступить в битву со узлом, который не где-то, а во мне. Он предлагает мне покрыть грехи другого любовью. Именно в этой школе Христовой, вглядываясь в Него, вслушиваясь в Его слова, соединяясь с Ним в причастии, я могу освоить эту трудную науку. Ну как же, прощаясь? Мне кажется, тут необходим трезвый взгляд на ситуацию, на себя. Не привеличила ли я обиду, правильно ли я поняла другого. Может, я сама спровоцировала его. Необходимо покаяния, если я виновата в чем-то перед другим. И самое главное – благодарное сознание того, как много просил Господь мне. И понимание того, что в каждом человеке есть образ Божий, но привожденный, замарный, как и у меня. И думаю, что многие, так же, как и я, на своем обыте знают, как страшна непрощенная обида. Она держит меня и человека, которого я не прощаю, в рабстве. И мы как бы связаны одной цепью галерников. И не можем освободиться. Это как тяжелая болезнь, которая нас преследует постоянно. Неспособность и иногда нежелание прощать может сделать нас врагами. И что особенно страшно – это вражда может стать коллективной, если это по каким-то принципам идеологическим и так далее. И поэтому мы видим, как велика наша ответственность за непрощение. Но я знаю на собственном опыте, и думаю, что у многих тоже есть такой опыт, я знаю на собственном опыте, как потрясающее прощение, какие необыкновенные плоды оно приносит. Оно рождает двух свободных людей – простившего и прощенного. И соединяет их любовью. И эта цепочка прощения может тоже протянуться дальше, ведь каждый из нас сваден с множества других. И я подумала, что вот, ну, когда происходит вот это чудо прощения, то просто веселятся небеса, радуются. Мы радуемся и радуется Господь. Это Божья победа в нас и через нас в мире. Это дверь прощения, это дверь в Царство Небесное. Ксюша, где? Ксюша.